Друзья мои, всем салют, это я Романович, а это новинка от Tronsmart, а именно Halo 100. Совсем недавно эта малышка у них вышла, и я уже анонсировал в своем телеграм-канале ее, как только она появилась на Алиэкспресс. Стоимость ее в данный момент в районе 7000 рублей, но если мы еще там грамотно купончик подрезаем у продавца на 700 рублей, плюс какая-то есть автоскидка в момент оплаты, получается плюс-минус цена около 6200-6300 рублей. Ссылка будет в описании под роликом, где вы сможете уточнить актуалочку, потому что курс плавает, меняется. И, кстати, да, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка будет тоже в описании под роликом, либо пишите в поиске Телега Романовича, там я публикую самые годные предложения, которые мне удалось найти на Алиэкспресс и не только. И вот самый жир, то, что бы я прям лично сам взял, обитает там, так что вы поняли. Ныряйте, и тогда будете в курсе и новинок, и где можно купить все это дело подешевле. Погнали! Кстати, это, наверное, официально самая большая посылка моя. Да, первая, 2023 года, и забрал я ее уже в 2023 году, потому что здесь находятся сразу две малышки. Одну мы, конечно же, разыграем. Китайцы не подвели, я их попросил, отправьте на розыгрыш одну, они говорят, без проблем сделаем. Сейчас перережем пуповину. Вашу колонку я тоже решил распаковать, ну, в смысле, отодрать упаковку, чтобы вы представляли, что к вам поедет. Все равно это, блин, защиты здесь нет никакой в этих пакетах китайских. Мы нормально упакуем, когда она к вам будет уезжать, к победителю, она уедет нормально, в полном паридосе. Вот, раз, красота. И вот она, два, красота. Чтобы выиграть одну из этих малышек, вам достаточно в комментариях написать, где вы будете и собираетесь ее эксплуатировать. Сейчас скоро будет весна, лето, вот где там, не знаю, на велосипед на руль повесите, на даче, в деревне, на рыбалку поедете, короче. Пишите там, где будете эксплуатировать, лайчину под этот ролик. И третий момент, важно быть подписанным на канал. Все, больше ничего от вас не требуется. Ну и не забудьте написать в разделе о канале, у себя в профиле, как с вами связаться. Это может быть почта, это может быть телеграм, ВК, короче, чтобы как-то я связался. Чем, значит, китайцы нас собрались удивлять? Bluetooth 5.3, и раз, момент. Кодеки, никаких удивительных нет. SBC, стандартный, классический. IPX6 защита. Ну, это означает, что ее в идеале, конечно, в воду погружать нельзя. Не то, что в идеале, вообще ее нельзя погружать в воду, но на дожде можно будет оставить. 60 ватт. Вот это вот звоночек, на самом деле. Причем звоночек Tronsmart Bangu, да и многим колонкам вот в этом ценовом сегменте. 60 ватт, прям, значит, качать она должна нормально. Но потому что все-таки изначально ее делали как пати-бокс, я насколько понимаю. Значит, АЧХ-шка, 40 Гц, нижний порог 20 кГц верхний. Это тоже очень серьезные цифры. Слушайте, Tronsmart. Я надеюсь, вы отвечать за них будете, блядь, или просто здесь написали. Акумчик, 12 тысяч миллиампер час, и здесь у нас вольтаж 7,4. И я так понимаю, что все-таки не классический 12, что это прям одна блямба лежит. А здесь 2 по 6 тысяч миллиампер час. Это уже другая история, насколько вы знаете. Свен очень сильно любит этим грешить. Но они хоть как бы по-честному последнее время пишут там в скобках. Здесь тоже, на самом деле, китайцы не скрывают, что 2 по 6 тысяч миллиампер час. И вроде как на этих щах до 18 часов она должна отработать. Но это если, скорее всего, вы даже и подсветку близко не будете включать. Заряжается 5,5 часов и весит, что важно, 2,7 килограмм. На самом деле, вот в этом ценовом сегменте, таких вещей не хватало. Значит, по весу. Слушайте, ну да, действительно, это что-то около 3 килограмм. Это не былинка, это не пушинка. Это весит больше, чем Mifo Wildbox. Это весит, по ощущениям, больше, чем Tronsmart Bank. Слушайте, да. Это такая достаточно увесистая малыха. Главное, чем китайцы еще хотели выделиться, это трехполосность. То есть здесь у нас есть нижний блин. Два динамика, которые отвечают за средний диапазон. И здесь есть витерочек. Вот он такой песюлек маленький. Заглянем под капот. Здесь Hello 100 надпись красуется. Есть полноценный выход USB. И, скорее всего, девайс тоже через него можно будет заряжать. Сама колонка питается от Type-C, что хорошо. То есть вы, получается, автономный максимально. Аукс и microSD карточки тоже можно засунуть. Слушайте, что меня удивляет? Максимально, блин, дико приятные материалы корпуса. Я точно замерзну и куда-то приду. Говорят о звездах часа, когда те уйду. Не хочу так. Люби меня пока тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что, друзья мои. Прошло два дня с момента распаковки. Погонял я эту малышку. И уже к вам возвращаюсь какими-то своими мыслями, выводами. На коленке делать выводы, когда ты только распаковал, ну это максимальный бред. Хотя кто-то в комментариях, кстати, я недавно видел, пишет, что типа, да он же, блядь, их не слушает-то толком. Распаковал и тут же уже. И там люди объясняли, что типа, ну ты не видишь, как бы кадр меняется, прическа меняется, майки меняются. Да нет, это все постанова. Короче, начнем мы, значит, сразу мою постанову. Первый важный момент. Включаю, значит, первый раз. Вот прям вот только распаковали, там не стали снимать ничего. Включаю, интересно, максимально разрывает. Несмотря на то, что уже вечер был, разрывает. Интересно, как она играет. Прослушиваю где-то плюс-минус там 3-4 композиции. И реально волосы дыгом. Такой, ты что творите? Све... Ой, Све... Максимально жирно, это плотно. Трех полоски я за эти 3-4 композиции не почувствовал, но при этом, ну, качество звучания понравилось. Ну и, собственно говоря, с этими мыслями ушел из съемочного павильона, лег спать. Следующий день тестов, сегодняшний день тестов. И прихожу к интересному выводу. Смотрите, какая ситуация. Значит, что касается попсы, вот, собирательный образ попсы. Много сюда всяких композиций залетает. Наверное, процентов 80 будет шикарно играть, шикарно в пределах там 5-6 тысяч рублей, если мы говорим именно о этой сумме. Это жирно, это плотно, это напористо. Вот примерно так бы я сказал про этот Tronsmart. Что касается рока, вот здесь на самом деле надо почесать репу. И прямо сейчас я вам хочу ставить фрагменты именно двух композиций, где вот прям рок максимально играет. Он мне напишет слов для новых песен и стихов. Нам у беды не увитать краев, И вот здесь вот ситуация кардинально переворачивается. К сожалению, мы с вами отчетливо слышим бубнящий, неприятный бас. Такое ощущение, что как будто, знаете, какой-то крышкой накрыли. То есть вот там вот, блядь, что-то кипит, что-то там шкварится, жарится внутри, и крышкой прикрыли. То есть вот этот фирменный басик вот этого ценового сегмента, он обычно вот под этой крышкой томится. Серединка тоже какая-то глуховатая. Такое ощущение, что ее тоже как-то чуть-чуть прижали и выкручивают ей яйца. И высокий, грязноватый. Отсюда можно смело сделать вывод, что Tronsmart Hello, ну, наверное, практически не пророк. Вообще, наверное, даже можно сказать. Не то, что не практически, вообще она не пророк. Ей не хватает, типа, там, детализации инструментов, но это хер бы с ним. Опять же, это ценовой сегмент, там, 5-6, 5-6-7 тысяч рублей, короче. Это ценовой сегмент 100 баксов. Мы здесь детализации особо сильно не ждем, но мы же все с вами реалисты. И ты как бы это уже в сторону отодвигаешь. Но при этом вот этот вот приглушенный, какой-то вот, знаете, такой вот пресноватый бас, он, конечно, тебя начинает разочаровывать. Ну и серединка, да, это типичная проблема. Tronsmart, вот сейчас я начинаю вспоминать их колонки. Bank у меня был обычный, Bank Mini был. У них у всех есть проблема середины. И тут очевидный от вас вопрос или возражение. Слушай, братан, а ты приложение-то Tronsmart установил, они вообще-то здесь эквалайзер обещают. Я сразу зашел в настройки, то есть решил кастомизировать всю эту историю. Бас не стал прибавлять, ну как не стал прибавлять, практически его не трогал, буквально на одно деление поднял, а вот все остальное начал уже конкретно играться. И более-менее выправился звук, когда я поставил вот примерно такие положения этих курочков. То есть высокие мы приподнимаем, чтобы они наконец-таки, ну хотя бы воздуха почувствовали. Середину мы верхнюю приподнимаем, середину среднюю, если так можно выразиться. Ну и, соответственно, нижнюю середину тоже приподнимаем. И вот именно на таких настройках она вот чувствует какое-то второе дыхание, но при этом она не про то, чтобы там составить конкуренцию мифу Wildbox. Вы не верите? Достаю эти орудия. Да ты заебал. Дело в том, что эти две малышки стоят в данный момент одинаково, даже за мифу Wildbox требуют чуть меньше. И я считаю, что было бы глупо вас как бы оставлять потом, вот куда-то туда, в долгий ящик это сравнение. Нет, давайте прямо здесь расставим точки над их. Я не знаю, где еще на этом свете есть такая же весна. Я, пожалуй, отпущу подбудные ветры и остались навсегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И получается такая херовина. Если вы хотите массы, если вы хотите объема, то вам определенно стоит обратить внимание на Halo. Она с этой задачей идеально справляется. И здесь она даже дает прикурить мифе Wildbox. Если вы хотите качество звучания, чтобы был порядок с высокими, чтобы у вас серединка была хорошая, чтобы у вас инструменты остро чувствовались. Вот понимаете, когда там барабанчики, точнее не барабанчики, а тарелочки, да, вот это вот цокают. Как здесь на мифе Wildbox это все визуализируется, и как здесь на Halo, это прям реально небо и земля. То есть, если вам нужна вот эта вот детализация, то, конечно, стоит внимание обращать именно на эту малышку. Пара слов по поводу внешки. Здесь реально красавцы. Тронсмарт, слушайте, вот прям аплодирую. Единственное, конечно, мы понимаем все, что скорее всего где-то эта болванка в закромах Алиэкспресс или Алибабы лежит, и Тронсмарт ее аккуратненько так подтянули. Но в любом случае, вот особо сильно вот в этом форм-факторе я аналогов не видел, за исключением Anker'а. Да и хер бы с ним. Просто стоит отметить, что дизайн здесь реально бодровый. Бодровый, бодровый, да. Она идеально впишется куда-нибудь у вас там в квартире. Она идеально впишется на пляж, на пикник. Я не знаю, загородные ваши куда-то там вылазки. На дачу и в снег, и в зной, и в дождик проривной. Короче, она будет смотреться кайфово. Плюс также хочется отметить, что подсветка здесь реально бодрая. В момент проигрывания по-разному себя ведет. И подсвечиваются эти глаза, между прочим. У кого, кстати, не подсвечиваются, это брак. Глаза 100% должны светиться. И блинчик кайфово переливается. Поэтому, если вы все-таки собрались где-то летом там раскачивать какие-то движники, то можете присмотреться Тронсмарт Хэллоу. За 6000 рублей это отличное предложение. Еще я планирую его сравнить с Тронсмарт Бэнгом. Кстати, Тронсмарт Бэнг вышел недавно в обновленной версии. Теперь со склада якобы российского, я видел, именно обновленные версии отправляются. Там много всего починили. Сделали интересного. Я, кстати, делал отдельный пост своей телеги. Ссылка в описании. И полностью там как бы описывал, что, к чему и почему. И, к сожалению, наверное, не удастся сделать сравнение с обновленной версией, потому что у меня ее тупо нету в наличии. Но вот с обычным Бэнгом, который еще мне приходил весной того года, давайте сделаем сравнение на моем втором канале. Только дайте знать, интересно вам это дело или нет. И еще из плюсов Тронсмарта, я бы выписал приложуху. Слушайте, здесь мифа, наверное, все-таки меркнет. Потому что до сих пор ничего внятного не придумали. Там через флешки что-то подключать к компьютеру, эти прошивки обновлять. Здесь все-таки Тронсмарт для людей. Ты зашел в приложуху, сделал обнову, ну и также можешь подкрутить эквалайзер. Но только единственная мысль меня посетила, что на самом деле эквалайзер, я в очередной раз убедился, я в этом был уверен, но еще раз убедился, что сильно, кардинально ситуацию не может выправлять. Да, он может как-то вот-вот что-то там вот подтянуть, но при этом, чтобы вот это прям совершенно по-другому зазвучало, такого не может быть. То есть если изначально есть какие-то проблемы, как вот глуховатый звук здесь в середине и басик немножко такой приглушенный, то эквалайзером можно как-то чуть-чуть это все-таки нивелировать. Но плюс-минус вот этот почерк останется все равно с ней уже на века, на всю жизнь. На этом сегодня у меня и все. Все, пишите ваше мнение в комментариях. Сейчас владельцы мифы Wildbox подтянутся. Tronsmart тоже, я думаю, потому что она есть на российском складе. Это означает, что вот она три месяца уже продается, могла спокойно до кого-то доехать. Давайте подискутируем с вами в комментариях. Также не забывайте дать мне знать, нужно ли вам сравнение с Tronsmart Bank'ом. Ну, может еще каких-то вы ему конкурентов подберете. Ну и подписывайтесь на канал, чтобы следующие видосы не пропустить. Все, давайте, красавцы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok